Много вопросов поступает ко мне по поводу проведения ежедневных обязательных мероприятий. Наш мозг никак не хочет согласиться о том, что мы каждый день должны какую-нибудь маленькую капельку здоровья влить в свое бренное тело. Мы всегда думаем, что вот мы сейчас соберемся в отпуск один раз в год, и тогда все, все проблемы уберутся в нашем физическом теле, но нам нужно медленно, капельно, вот так потихонечку, почему и называют нашу удивительную помощь организму капельница, так вот ежедневные обязательные мероприятия, капельница для вашего тела, чтобы оно не заболело. Какие же ошибки совершают чаще всего мои пациенты, мои клиенты, потому что уже очень много, как это говорит, восстанавливают свое здоровье по вашим роликам в ютубе. Это, конечно, приятно, но, конечно, тонкостей очень много. Я постараюсь вам все-таки делиться с тонкостями, чтобы вы не наделали ошибок в проведении ежедневных обязательных мероприятий. И вот с чего мы начинаем с вами, это утреннее обязательное мероприятие, это нужно привести мозговой кровоток в порядок. Ибо во время того, как мы лежали горизонтально, у нас лимфа перераспределилась по телу, а после того, как мы с вами встали, она стала перераспределяться по закону притяжения земли вниз. И вот если у нас есть места застоя, нарушения оттока, притока лимфы, то мы будем иметь утром не свежую голову или больную голову, или повышенное артериальное давление. Только потому, что мы не перераспределили лимфу, а стало быть, имеем нарушенный кровоток всего тела. Поэтому к делу. Итак, самодиагностика состояния мозгового кровотока через лимфатические узлы, чтобы вы поняли, где проблемы сейчас утром, это просто проснувшись, подержать на пульсе свою ручку и определить то место, которое сейчас находится с проблемой, чтобы потом привести его в порядок с помощью лимфатического самомассажа. То есть, подержав счет 21 на одной стороне, четко чувствуя свой пульс под пальчиками, сразу пальчики настраиваете. Как только начинает работать пальчик, у вас начинает работать мозг. Поэтому подержали, определились на счет 21, что определили, где сейчас, какое ощущение. Поэтому делать нужно с закрытыми глазками. Делают, спешат, не закрывая глазки. Почему 21? Так чтобы мы поняли, какое ощущение, где у нас сделать резюме, где застой, мы должны продержать на счет 21 свои пальчики четко на пульсе и определить, в каком месте головного мозга сейчас застой. Может быть, даже и не головного мозга, потому что через лимфатические узлы шеи мы можем определить с вами нарушение кровообращения в ногах. Они обязательно подскажут нам сосуды, они такие подсказчики, какая сейчас проблема. Подсказчики чего? Чтобы правильно сделать наши ежедневные мероприятия и не иметь проблем мозга. Итак, определили, что находится в головном мозге. Далее, уже этим действием мы сделали первый шаг к восстановлению мозгового кровотока. А далее мы проделали обязательно лимфатический самомассаж. То есть, определившись, что где-то болит, мы с вами потихонечку, уж про самомассаж у меня достаточное количество роликов, проделали лимфатический самомассаж. Как? Опять ошибки. Быстро, на бегу. И это все приводит к слишком резким воздействиям. Просто наложение рук. Первично для вас этого достаточно. Подержали. И если позволяет у вас ощущение в голове, чуть-чуть сдвинули. То есть, всегда открыли крышку унитаза. Отработали надключичную, подключичную зону. Одной рукой, другой рукой. Положили руки на шею. Отработали здесь. Очень спокойно, мягко. Ничего не давим. И чувствуйте, пожалуйста, самое важное при лимфатическом массаже, это ощущать, что идут изменения мозгового кровотока. Они сразу начинают идти. И поэтому отработали шею. Отработали ушную зону. Отработали зону глазок. Это все профилактика тугоухости и профилактика нарушений зрения. Поэтому самостоятельная пульсовая диагностика проделана. А теперь мы с вами делаем самостоятельный лимфатический самомассаж шеи и лица. Опять, не делая ошибку, на резких изменениях. Тело покажет, насколько это, сколько минут делать. Это все настолько индивидуально. Не допускайте дискомфортных ощущений. И потихонечку от них уходите. Вы скоро заметите, что если вы утром настраиваете свою голову на достаточный мозговой кровоток, вы успеваете сделать гораздо больше, чем вы раньше делали. Потому что вы убираете эту хроническую усталость. Хроническая усталость – это нарушение, прежде всего, регуляции работы внутренних органов, откуда идущая от плохого мозгового кровотока, застойного мозгового кровотока. Поэтому сделали лимфатический самомассаж. Идете и отрабатываете обязательно даотский водопад. Нам нужно холодный, контрастом холодной и горячей воды, но пока теплый, начинайте и прохладный, сделать то же самое – изменение тонуса и диаметра капилляров наших. Вот поэтому и ведро воды на себя выливали. Методик очень много, контраст воды. Но начиная даже с рук, то теплая вода, то прохладная, мы изменяем скорость кровотока. Вот это правильно проснуться утром, это настроить свой мозг. И обязательно поможете ему через что? Через очищение своей ротовой полости от слизи. Потому что мы помним, лимфатические узлы шейные мешают мозговому кровотоку, если они застойны в данный момент. Лимфатический массаж. Отрабатываем с вами дыхательную гимнастику, называется раздышка носа. Применяем метод мгновенного исцеления. Все это есть дополнительно. Этого бывает. Только утренние процедуры бывает достаточно настроиться на весь день. Но если в течение дня вы опять поймаете, что у вас какая-то реакция на метеоизменившиеся условия, если у вас есть какая-то реакция, что вы долго поработали и не можете никак расслабить мозг, пожалуйста, лимфатический самомассаж шеи и лица позволит опять вам вернуться в состояние хорошего кровообращения мозга. Дополнительно мы применяем для того, чтобы себя расслабить, а сейчас такое напряженное время, мы применяем препараты, которые, например, называются препараты магния. Их достаточно много. И я рекомендую своим пациентам, кто имеет напряженный день с мышечным еще напряжением, это магний, который вы выпиваете через, просто добавив пол чайной ложечки или чайную ложечку в воду, и выпиваете этот стаканчик на ночь. Но самым, конечно, уникальным методом является наша стандартная валерьянка и пустырник. Ее не надо забывать. Она доселе прекрасно работающий препарат, то есть натурал калм, невронорм. Вот я держу невронорм, хвощ полевой. Здесь же у нас находится и валерьянка, здесь находится пустырник, здесь находятся шишки хмеля. Поэтому отрабатывая и принимая этот препарат, бывает одной таблички достаточно на ночь, чтобы вы успокоились и расслабились, и мозг стал лучше кровоснабжаться. Ну и современное средство, которое, говорят, вы рекламой занимаетесь, Ольга Ивановна. Да, я занимаюсь рекламой тех средств, которые работают у моих пациентов. И чаще всего именно они меня пациенты знакомят, насколько эффективно отработались эти препараты. Вот нонофитгольд – это то, что поможет вам в течение дня сохранять хорошую работоспособность мозга. Мы должны её просто немножечко рассосать под язычком. Бывает достаточно всего пол чайной ложечки. Вот такая баночка может стоять на работе. Почему не использовать современные методики? И водородная вода, которой, если вы хотите и активно работаете, в данный момент водородная вода в течение дня. Водородная вода в течение дня, о ней тоже очень много информации, у меня много информации, помогает не допустить наличия болевых зон в организме и всё время контролировать своё тело активно работающим мозгом, а значит, осуществляющим рефлекторную деятельность. Великое дело – саморегуляция организма. Ничего не надо, если сама наша система, вся система, а мы – системный организм, работает под руководством главного шефа. Это головного мозга, который мы хорошо питаем в достаточном количестве крови. Удачи вам и хорошей работоспособности в течение дня.